Здравствуйте! Давно хотел об этом поговорить, но все как-то не доходили руки, губы и прочие инструменты человеческие. Дело в том, что психологи бывают разные и вообще люди разных профессий бывают разными. И с гидами то же самое. И сегодня я хочу выступить, ну не то чтобы в роли такого гида-психолога. Я, знаете, Антарктиду и не открою в данном случае. Но мне бы хотелось указать на то, на что обычно мало кто указывает и о чем как-то не принято говорить. Например, вы едете в Петербург. На самом деле не обязательно в Петербург, там куда угодно. В Москву, в Париж, в Лондон и так далее. В Петербург вы едете, вы должны обязательно посетить что? Правильно, Эрмитаж. И вот задайте себе вопрос. А зачем? Ну то есть вот искренне. То есть вот просто сядьте так, погрузитесь в небольшую искусствовическую медитацию и спросите себя, а зачем? Безусловно, кто-то из вас ответит, ну потому что я очень давно хотел посмотреть вживую некоторые полотна Рембрандта. И честь им хвала за это. Другой скажет, ну мне реально хотелось посмотреть вот эту галерею 12-го года с потрясающими портретами, вообще погрузиться в атмосферу того времени, вспомнить эту войну отечественную. И он тоже будет молодец. Но проблема в том, что, к сожалению, не хочу сказать, что подавляющее число людей, но такого хватает, они идут в Эрмитаж просто, как говорится, для галочки. Ну то есть они про Караваджо услышали в первый раз. И поэтому, прежде чем идти в такой музей, как Эрмитаж, впрочем, как и любой другой музей, вы спросите себя честно. А вы вот, например, Микеланджело до этого дома в репродукциях смотрели, вот целенаправленно, вот вам так хотелось взять и посмотреть? Вы что-нибудь прочитали про судьбу Рембрандта, например, и прониклись тем, что происходило в его жизни? И, возможно, нет. Так вот, если нет, то я хочу сказать, что поход в Эрмитаж из удовольствия превратится в муку. Хотелось бы еще раз обратить внимание вот на что. Акцент ставится не на том, что, знаете, все вокруг тупые, и вот они идут в Эрмитаж. Я такой же тупой. Я, не знаю, некоторое время назад тоже не знал никто такой Караваджо. Ну, Рембрандт, правда, со школы еще мне был известен, но еще ряд имен, скажем, для меня ни о чем не говорило. Ну, благо у меня там была книжка на полке про Эль Грека, я же там что-то когда-то в школе прочитал. Ну, в общем-то, на этом все. Я к тому, что надо просто честно подойти к процессу формирования своего отпуска, и этим вы добавите себе массу положительных и позитивных эмоций. И если вы, например, ни пса не понимаете в живописи, вы ничего о ней не знаете, то надо просто честно себе признаться. Я ничего не знаю, или я знаю очень мало, я ничего не понимаю. И тогда вам будет проще. А как сделать так, чтобы было проще? Очень просто. Несмотря на то, что, конечно же, вам будут рассказывать про то, что вот это шедевр, а это еще шедевральнее шедевр, а этот шедевр шедевральнее вот этого шедевра и так далее. Вы можете смотреть на картины под очень простым углом зрения. Это такая очень глубокая, экзистенциальная, искусствовическая формула, наукоемкая, наукообразная, но я вам ее сейчас подарю. Она звучит следующим образом. Нравится, не нравится. Все. И тогда, если вы вот с таким подходом подойдете, без каких-то лишних комплексов, что вот все там воздыхают насчет вот этого полотна, а вы что-то смотрите, хрень какая-то, вы вдруг почувствуете кайф. Потому что я сейчас скажу еретическую вещь. Но мне, не то чтобы не нравятся вот эти две картины да Винчи, которые висят в Эрмитаже, они меня не трогают. Ну вот такой вот я вот тупорылый, ну извините. Но меня трогают полотна, которые висят в соседнем зале, например. Они мне действительно нравятся. Более того, есть универсальная формула. Можете начать вообще не с Эрмитажа, они сейчас хитро сделали. Раньше импрессионисты висели на третьем этаже, а сейчас они их переместили в левое крыло главного штаба. Так вот, можете начать вообще оттуда. Потому что в среднем по больнице импрессионисты нравятся всем. Импрессионисты понятны всем. И это при том, что в 19 веке они произвели некий фурор, скандалы и вообще вызвали целую волну негодования среди как зонтаков в живописи, так и не очень. Тем не менее, то есть можно начать с каких-то таких вот вещей. Это как бы первый момент. Второй момент – недурственно повторить какие-то элементарные библейские сюжеты. Потому что вы приходите в Эрмитаж и вот оно там все. Дело в том, что люди раньше, ну для них вера и религия была нечто иное, чем для нас сейчас. И все вот эти картины, все эти сюжеты, они были для них понятны. Понятно. Более того, как правило, все эти сюжеты содержат некое второе дно. Намек, может быть, на какой-то политический контекст того времени, на какую-то ситуацию, которая произошла. Тогда, возможно, даже на каких-то конкретных людей, медийных личностей, да, как бы мы сейчас сказали. То есть это как бы второй момент. Первый момент – нравится, не нравится. Второй момент – ну немножечко вот этого почитать. И третий момент – нужно понимать, что, допустим, тот же самый Эрмитаж, он многослойный. То есть есть, скажем, Эрмитаж – здание. То есть он интересен сам как здание построенное. Потому что Эрмитаж – это некое общее понятие. Вообще это Зимний дворец. Эрмитаж непосредственно по проекту Валинда Ламото. Потом Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр. Сейчас вот еще крыло главного штаба. У Эрмитажа есть филиал даже на Старой деревне. И более того, по-моему, даже в Амстердаме, если не ошибаюсь. То есть первый слой – это вот здание. Второй слой – это непосредственно те люди, которые в этом здании жили. Не стоит забывать, что Зимний дворец – это царская квартирка. И там масса всего интересного происходила. Как, например, о чем я рассказал уже неоднократно. Взрыв устроенный Степаном Халтуриным. Третий слой – это ядро, The Core. Это непосредственно живописная коллекция, коллекция живописи. Она тоже многослойная. То есть там чего только нет. Разные школы, разное время и так далее. Но есть еще один слой, о котором опять-таки многие даже забывают. Там есть бытовуха. Ну, то есть какие-то предметы, которыми пользовался сам непосредственно Петр Первый, допустим. И вот в эту часть вообще мало кто забредает, как правило. Поэтому на извечный вопрос, вот знаете, иногда спрашивают, что посмотреть в Петербурге? А еще бывает, что посмотреть в Эрмитаже. Это вообще замечательно. Если вы ездите туда первый раз, я вам рекомендую выбросить все путеводители. Забыть все рекомендации. Прийти в этот музей и просто идти и кидать взгляд налево, направо, вверх, вниз обязательно. И то, что вас зацепило, вот взгляд ваш зацепился, вот там и останавливайтесь. И не надо смотреть на некие вот эти, знаете, как принято говорить, must have. Потому что я сейчас расскажу вам еще одну страшную, страшную вещь. Я много раз был в Париже. Естественно, каждый раз я шел в Лувр. Никогда, ни разу я не шел смотреть на Мону Лизу. На эту пресловутую Джоконду. Не потому, что я считаю, что эта картина недостойна внимания. А потому, что я знаю, как это выглядит. Это, знаете, такая толпа, ощетинившаяся с селфи-палками. А в последнее время, насколько я знаю, эту картину еще забрали и под стекло. И как бы посмотреть на нее, вот, ну, не знаю, либо со расстояния 20-25 метров. Либо, ну, если вы особо наглые, либо приехали в несезон и все-таки умудрились там как-нибудь с утра или под закрытием музея подойти вплотную. Ну, не знаю, это сомнительное удовольствие. Потому что, опять-таки, открою страшную тайну, Лувр это не музей одной картины. Лувр это музей еще покруче, чем Эрмитаж, если говорить про, так сказать, массовость и объем того искусства, которое он в себе содержит. И меня нисколько не парит, что я, будучи в Париже, ни разу не видел Джоконду. Более того, скорее всего, я ее никогда и не увижу. Ну, как-то переживу, свыкнусь с этой мыслью. Таким образом, будьте честными сами перед собой. Я это говорю исключительно, исходя из опыта вот моего экскурсионного, да, той практики. Моя экскурсионная практики, извините за такую тавтологию. И когда еще вот эти имперсионисты висели на третьем этаже, очень было интересно наблюдать. Обычно там заканчиваются все экскурсионные туры. И вот идет группа туристов, ну, как правило, наших. Потому что у иностранных туристов, даже если они устали, даже если им все это сначертело, они все равно будут изображать на лице умиление, восторг и так далее. Ну, так вот они устроены. У наших все на лице написано. И вот идут вот эти группы, ведомые сотрудниками музея, которые рассказывают вот эту заученную болванку. И у них такой вот уже потухший взгляд. И ты видишь в нем стойкое желание сесть, сожрать бутерброд, выпить кофе. Уже вот уже все. Какой матиз, да. Пошло оно все в баню. Я уже полтора часа тут шарахаюсь по этим коридорам с этими вот картинками. Дайте мне уже, наконец, сесть, отдохнуть, что-нибудь выпить и, так сказать, переварить. Ибо конечное восприятие мозга существует. Не планируйте первый поход в такой музей более чем на час. Вот еще вам один совет. Как правило, час это предел. Полтора, ну, так себе. Два часа это перебор. Два часа это исключительно для вот таких, как, не знаю, там, моя благоверная, которой можно час стоять возле картины. Мы когда последний раз в Париже были, я уже, мы шли в Лувр, и потом я ее покидал. И шел там шариться сам по городу, потому что она могла у этого Пуссена там простоять реально битый час. А в русском музее, кстати, к ней один раз подошла тетенька и шепнула на ухо. Девушка, почему вы так долго смотрите на эту картину? Такие у нас бывают нравы. Но бабушек мы простим, бабушки там живут этим, им грустно, одиноко и так далее. Есть расхожая некая такая условно формула, что чтобы посмотреть все экспонаты Эрмитажа, хотя бы по минуте, вам понадобится 8 лет. Ну, я так понимаю, что 8 лет это некая варьируемая цифра, но все равно, чтобы вы представляли, с чем вам придется столкнуться. И последний момент, тоже еретический, сугубо еретический. Естественно, большинство людей приезжают в Петербург летом, ну, поздней осенью, ранней весной, когда у нас вот такая, эх, субтропическая жара в 22 градуса. Не идите в музеи, ну, по крайней мере, в Эрмитаж. Приехали в Петергоф, не идите в Большой дворец. Гуляйте по городу, гуляйте по паркам, наслаждайтесь этой архитектурой. Если вы пойдете в Эрмитаж летом, ну, вы попадете просто в автобус в час пик. Для того, чтобы посетить Эрмитаж, вам надо разбить поездки, ну, в то же самое Петербург, мой родной, на два этапа. В теплое время года вы приезжаете и гуляете вне, а в холодное время года, например, сейчас, вот идеальный момент, январь, середина, уже ближе к концу января, вы приезжаете и вот целенаправленно ходите в музей. Потому что, еще один нюанс, в Эрмитаж, конечно, лучше сходить не один раз. Сходить один раз на часик, сделать некое такое, просто пробежаться по залам. В следующий раз сходить уже попробовать зацепиться за то, что вам понравилось. В следующий раз то, что вам следующее понравилось. И таким образом у вас сложится целиковая картина. И даже если вы ничего не будете знать про эти картины, про эти, не знаю, резные столы, про эти скульптуры, шпалеры и так далее, по крайней мере, у вас появится стимул для того, чтобы то, что вам понравилось, вот прийти потом и в гугле набрать, а что это было. Это куда интереснее даже, чем вот когда вам именно это все рассказывают, как раз интереснее самому это открывать. Безусловно, совет этот не универсальный вообще нисколько. Безусловно, совет этот абсолютно субъективный. И найдется немало людей, которые ему возразят, я вообще не претендую на то, чтобы вы ему следовали. Но мне бы хотелось, чтобы вы услышали и такую точку зрения, потому что что-то мне подсказывает, что все-таки кому-то она поможет, если вы просто будете честны сами перед собой. И вообще я уже подумываю на самом деле в ближайшем будущем завести такую серию «Архитектура для чайников» и может быть даже «Эрмитаж для чайников», где вот в своей манере, как я рассказываю в серии «Романова без соплей», та, которая нравится некоторым людям и очень бесит других, рассказать вот, ну, по крайней мере, про то, что мне интересно, про то, что меня волновало, волнует и, я надеюсь, будет волновать. Я целенаправленно занимался, например, Рембрандтом, даже будучи в Амстердаме специально, вот, и в Лейден ездил, и по Амстердаму ходил, с удивлением обнаружил, что вот у него там всего два адреса известных, вот, ну, на первом адресе это, понятно, его там дом-музей, все такое, откуда у меня все вот эти вот футболочки, в которых я обычно щеголяю с его изображением. А вот второй адрес, там даже мемориальные доски не висит. Поэтому, возможно, заведу такую серию, думаю, многим будет не безинтересно. А пока идет вот мой лекционный курс романов без соплей, в эти выходные в Москве в 2 часа библиотеке имени Толстого на Кутуновском, 24, в Петербурге в 16.00, в информационном центре библиотеки имени Маяковского на Московском проспекте, 86. Я расскажу про роман Александра Второго и Екатерины Долгорукой, а также про то, что было потом с Екатериной Долгорукой после смерти Александра Второго. Масса там будет неожиданных вещей. Ссылки на все встречи есть вот там. Приходите, оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. Увидимся, я надеюсь, еще в более теплое время, уже и на моих экскурсиях тоже. Пока!